Всем привет, дорогие друзья, с вами Саша Шкудун, сегодня будет видео не о крипте, я хочу поговорить немножечко о бизнесе, об очень важном аспекте, я считаю, он достаточно важен, и хочу просто поделиться своим мнением, возможно, обсудить с вами в комментариях, я всегда открыт к диалогу, к обмену опытом, поэтому, я думаю, будет интересно и полезно. Смотрите, в чем дело, один наш подписчик оставил под вот этим видео, тестирую работу пром.юа, сколько заработаю, выгодно ли сейчас вторая, интересный комментарий, давайте мы его прочитаем, секретный кандидат, если смотришь, тебе привет, у нас с этим человеком завязался интересный диалог, я считаю, он очень полезный с точки зрения маркетинга, с точки зрения бизнеса, если у вас товарный бизнес, если у вас услуги, вам это будет интересно и полезно. У человека, как он пишет, у него 20 лет опыта, плюс у меня опыт существенный, солидный, я помимо того, что являюсь адвокатом и юристом, у нас с женой еще свой магазин, как вы знаете, стиль вкуса.com.ua, мы занимаемся торговлей, в том числе торгуем в интернете, у нас не только шоурум есть, есть собственный сайт, поэтому это интересно, знаете, обмен опытом, скажем так, и обмен мыслями, это всегда очень увлекательно. Видео записывала его Оля, она рассказывает о новой системе, которую внедрил пром, и как теперь можно приводить клиентов. И вот человек пишет, представьте, что у вас ресторан, и у вашего конкурента тоже ресторан, перед рестораном стоит и там, и там человек, который зазывает клиентов. Но есть отличие, ваш зазывало получает деньги от продаж посетителям, а человек конкурента только за то, что человек зайдет в ресторан. Вопрос, куда больше зайдет людей? Это все, что нужно знать за оплату за покупку, при всей визуальной выгоде это разводняк, потому что никто не захочет стоять у вас на шауру перед рестораном и зазывать людей, если есть возможность за это получать деньги гораздо проще. В итоге вы останетесь без посетителей, потому что их просто за деньги продадут вашему конкуренту, ведь он платит больше. Если, естественно, человек зазывали хорошо платит, типа он зазывало будет лучше работать. Этот момент, он действительно важен, и запомните вот его вот, вам платят деньги, вы рекламируете, зазываете людей в ресторан. Подходите, у нас все самое лучше. Пожалуйста, то есть он будет из кожи вон лезть, чтобы привезти вас в ресторан, потому что ему за это платят деньги. Что я отвечаю ему? А теперь представьте, что вы все-таки заходите в ресторан конкурента, ведь зазывало был таким милым, добрым, воспитанным, так хорошо рассказал про ресторан, расхвалил здесь у нее стейки, пожелал вам приятного вечера и даже приподнял с головы смешной кепи, ацалютовав вам. Ну, ему же деньги платят, поэтому он такой любезный. Вы располагаетесь за уютным столиком, вечер обещает быть классным, делаете его заказ, но официант говорит, что то, что вы заказали, его нет. Ну, вы думаете, ну окей, но его нет, ну и фиг с ним. Все-таки, значит, ресторан пользуется спросом, если этого блюда нет, значит, его все разгребли, закажу-ка я что-то другое. Что-то он говорил, зазывало, стейки вкусные. Окей, я закажу стейки. И вы заказываете стейки и говорите, пожалуйста, только мне прожарку medium-rare. Окей, говорит официант, все записал, обращается к вашей спутнице, что будете вы, она тоже там что-то заказывает. Окей, все довольны, все счастливы. И официант уходит, проходит 30 минут, заказа нет, проходит 40 минут, заказа нет. Вы ловите за руку официанта и говорите, любезный, а будет ли когда-нибудь мой заказ, а? Он говорит, да-да-да, все, сейчас, все будет, не переживайте. Еще через минут 10 он действительно приносит ваш заказ, стейк, а он well done. Вы смотрите, блин, я же просил medium. Ну вы так кряхтите, ладно, типа окей, well done, так well done. Пробуете стейк, он никакой, он как подошва, он сухой, он совсем никакой. И видите, и спутница ковыряет там салатик свой, недовольна. Вы понимаете, что блин, вечер такой распланированный, такой классный, который обещал быть просто восхитительным, он уже не такой, понимаете. Блин, невольно опускаете глаза вниз и там пробегает таракан. Это последняя капля, где вы просто хватаете девушку за руку, выводите из ресторана. И на входе стоит тот самый зазывал, который рекомендовал вам посетить ресторан. Говорит, ну как, вы у нас понравилось, придете еще? И вы готовы ему просто шею свернуть и пойдете вы в ресторан еще или нет? Вы понимаете, что я хочу сказать? Что то, что вам рекламируют, не всегда хорошее. То есть важна суть. Если вот я недавно тоже записывал ролик с Мартлид Солошенко. Кто не видел, посмотрите, это классический ответ на этот вопрос. Можно рекламировать все что угодно. Что я заработаю 10 тысяч долларов, ребят? Я прихожу, я готов купить продукты, мне впаривают какую-то фургу просто. Да, вы потратили на рекламу дофига бабла, вы потратили актеров, потратили на вот эту студию, съемку, чтобы это все написать, рассказать, зазывать людей, но по факту это пшик. То есть ты приходишь туда и понимаешь, блин, меня нам надо. И я сюда не хочу идти, меня сюда затащили, я уйду, я ничего не куплю, потому что я увидел, это фигня. А зазывали, заплатили деньги, рекламщику тоже заплатили деньги. Поэтому, ребята, какая бы ни была ваша реклама, если у вас товар говно, ваш товар говно. Вы потратите кучу денег на рекламу, сольете свои бюджеты, и у вас никто ничего не купит. А если купит, он потом плеваться будет и обходить вас с десятой дорогой. Это неправильный формат торговли. Никогда таким не занимайтесь, никогда не торгуйте по такому принципу. Набрали какой-то хлам, распиарили, и вот хотите кому-то втюхать, а вы вот втюхать. Заказали, допустим, партию из Китая, контейнер, привез, а вам распродать его надо, а никто не покупает. Так, пошла реклама, пошло телевидение, радиостанции. А никто не покупает. Или покупают, но потом товар ломается. Знаете, как говорят, хороший товар в рекламе не нуждается, но и здесь это неправильно. Спасибо, Кис. Жена тут как раз принесла коктейльчик. Офигенный. Клубничка, бананчик. Здорово. Так вот, ребята, тоже так говорить неправильно, что хороший товар в рекламе не нуждается. Нуждается, весь товар нуждается в рекламе. Просто реклама бывает разная. Учтите это на будущее. Давайте почитаем дальше, что он пишет. Мы не говорим о том, что внутри. Это совсем другой момент. Первое, что нужно понимать в торговле, что каким бы хорошим будет сервис или еда, если человек не попал внутрь, он это не оценит. Тут да, есть рациональное зерно. Значит, привлечение гораздо главнее и важнее тем, что внутри. В данном примере я старался показать, что модель процент с продаж в сравнении с плата за клик не жизнеспособен, хотя выглядит привлекательно. Если вы хотите войти внутрь, то тут уже совсем другая история. Я, честно говоря, не видел торгового предприятия, которое выживает только на постоянниках. Всегда нужна новая кровь для развития. Конечно, если в кафе будет все красиво и 100 грамм виски наливают бесплатно, то это будет хорошей рекламой. Но в реальной жизни у всех примерно все одинаково. Конкурент просто копирует вашу идею и тоже нальет 100 грамм виски. Я могу согласиться и не согласиться. Что я пишу? Мне кажется, что важнее не привлечь клиента. С этим проблем нет. И конкуренты как раз могут скопировать ваши способы привлечения. Можно снять крутую тачку, да, там, если вы там инфо-цоган, инфо-бизнесмен, и за рулем, как это делают многие, и я там зарабатываю миллионы. Это копирование того, что делают другие тоже, да. В этом проблем нет. Вы можете заказать вайбер-рассылку, тоже скопируя других людей. Но вы не сможете скопировать продажу. Вы не сможете скопировать. А если вы скопируете продажу, тогда вы достигнете успеха. Понимаете? Если вы скопируете, поставите нужного человека, продавца, грамотного, красивого, который владеет ситуацией, который вам, знаете, не продает, а помогает купить и выбрать, дарит эмоции, продает с историей. Если вы это скопируете у кого-то, это будет высший пилотаж, и к вам потянутся клиенты. Повторюсь, не продать, не втюхать, а помочь купить. Привлечение – это тоже важно, я соглашусь. Но помочь купить гораздо-гораздо важнее. А еще важнее, вот, в продолжении помочь купить, удержать клиента. Когда вы говорите, приходите в следующий раз, мы сделаем вам подарок. Или, допустим, будем рады видеть вас снова, и потом напомнить как-то о себе в продолжении того, что уже человеку продали, а он чтобы вернулся. Карточку подарочную, что-то еще, какой-то бонус. Приятное слово даже сказать, чтобы человек расцвел в душе. Понимаете, человек иногда покупает просто потому, что ему нужны эмоции. Он покупает эмоцию, он не покупает товар. Ему даже, на примере нашего магазина, ему чашка может быть до лампочки. Вот не нужна ему чашка в реальности, да? Он зашел в магазин, посмотрел на атмосферу. У нас реально были даже клиенты, которые вот зашли в магазин, говорят, мне ничего не надо, я посмотреть. И в конце они говорят, я не могу что-то у вас не купить. Вот после всего, что с ними там произошло. Это колоссальная работа. Это старается продавец ваш. Как он с ними общается, как выстраивает диалог, как умеет слушать. Это целая стратегия, это целая наука. Не просто так. Если вы будете вот сидеть за прилавком с опущенными глазами, зашел посетитель, начал у вас там что-то спрашивать, или вы там что-то буркнули ему ответом, не мешайте, я работаю, то он выйдет и все. Ничего не сделаете, вы потеряете клиента. Это важно. Вот удержание, да? Удержать человека, чтобы он пришел к вам снова. Давайте читаем дальше. В услугах, пишет секретный кандидат, в услугах возможно и так, но в торговле товарами это практически не имеет значения. Какая разница, в каком магазине купить айфон? Главное, дешево и оригинал. Потому можно годами собирать постоянно клиентов, но как только кто-то дал ниже цену, они все побегут к конкуренту. Не побегут. Если сравнить это с юр-услугами, то, конечно, тут гораздо выше вероятность того, что человек обратится еще раз к знакомому юристу. Все из-за того, что подавляющее большинство людей не могут оценить и сравнить альтернативы. Но даже если представить лучшего юриста и посредственного, но участвовавшего в шоу типа юрист авторитета по СТБ, то, на мой взгляд, во втором случае будет гораздо больше профита. Что говорит о том, что привлечение всегда главнее самого продукта. Но, конечно же, не может быть альтернативой самого продукта. Я надеюсь, я уже объяснил насчет привлечения и насчет продукта и подачи этого продукта. Понимаете, в чем дело? Вот я ему дальше пишу. Как раз в торговле товарами очень даже имеет. К примеру, при одинаковых практических ценах люди покупают именно в нашем магазине. Потому что, соответствующие отношения продавца, расстановка товара, интерьер, консультирование, забота о покупателе. Все это играет огромное значение. Огромнейшее, ребята, я могу сказать. Люди часто покупают не товары, а эмоции. Вот о чем я говорил. Если ты не будешь тупо продавать товары, будешь продавать эмоции, успех тебе гарантирован. И даже цена тут иногда не имеет особого значения. За эмоции люди готовы платить. И платить много. Поверьте, я сам такой. Если мне что-то понравилось, понравилось, как меня обслужили, понравилось, как ко мне нашли подход, я оставлю гораздо больше денег, чем просто так. Но очень важный момент здесь, я про это пишу, что если человек покупает на последние деньги, он жмется, он этот айфон несчастный копил два года, откладывал деньги, он, естественно, будет находить дешевле, он будет готов искать самую низкую цену, будет выискивать, кто там продает, еще и доставка бесплатная. На всем он будет экономить. Его тоже можно понять. Он хочет найти дешевле. И пофиг, в каком магазине покупать. Но, ребята, если я иду в магазин что-то купить, во-первых, нельзя сравнивать товары один с другим. Разные товары продаются абсолютно по-разному. Понимаете? И разные товары, опять-таки, для разных нужд. Если телефон, ну что это телефон? Это необходимость. Я найду цену дешевле и куплю. Но не все так просто. Даже айфоны. Я вот себе покупал айфон в одном магазине. Я сейчас его не буду рекламировать. И первым делом, когда мне что-то нужно купить, я смотрю на этом магазине. Первым делом я захожу туда. Есть ли у них этот товар? На цену я уже смотрю потом. Потому что в памяти все еще та ситуация, когда они мне сделали хорошо. Они так мне продали товар, что, блин, я готов туда приходить еще покупать. Я, кстати, в том же магазине не просто айфоны нам с супругой купил. Там же, в том же магазине, я и наушники еще, Оля, докупил. На 14 февраля подарок. И еще там несколько вещей в одном магазине. Я даже по ценам не смотрел, что в других. Я просто в этот магазин шел, звонил. И помету я, да, что мне понравилось, как они меня обслужили. Какая там атмосфера. Ты заходишь в магазин, уютно, все. И это все эмоции. Вот так вот это действует на людей. А если там будут зазывать, стоять на улице возле этого магазина, давай к нам у нас низкие цены, я пройду мимо. Я скажу, ребята, вы перепутали. Мне там не важны низкие цены. Понимаете? Конечно, есть люди, которые там за каждую чашечку они будут там драться до последнего. Но это, во-первых, не совсем наш клиент, по сути. И это не тот клиент, которого нужно пытаться удержать. Потому что если он один раз вот жмется, да, из тебя все соки выжимает, из твоего продавца, что уже, блин, свет не мил тебе, то лучше он пусть купит там, где дешевле, и спокойнее будет тебе. Понимаете? Потому что есть такие люди, которые будут выбесить на весь день, испортить настроение и себе, и продавцу, ничего не купить, вымотать, вот посмотреть, обсмотреть все товары, ничего не купить, и уйти обозленно еще. Поэтому с такими людьми даже просто, что он хочет, вот возьмите, все. И даже не затевать разговор, вот просто отпустить ситуацию. То есть он пришел, некоторые приходят тупо поговорить, другие приходят на ком-то оторваться. Ты как психолог, да, продавец, это тоже, кстати, психолог. Поэтому тут нужно и фильтровать, и немножко быть гибкими, и понимать покупателя, понимаете? Нужно еще видеть настроение покупателя, и как бы сканировать покупателя. Тогда вам будет понятно, что он себя представляет, что он хочет, что ему надо, и как его можно удержать, какие техники, методы применить. Поймите, торговля, продажа, это не так просто, это капец как сложно. Говорю, это целая наука. Что он пишет дальше? Это очень тонкий разговор, где нужно банально проводить независимое и слепое тестирование. К сожалению, человеческий мозг склонен к подтверждающему искажению, и разные люди одно и то же событие могут трактовать диаметрально противоположно. Мое мнение основано над 20-летним наблюдением за торговлей. Наблюдением? Ладно. Возможно, опять же, я просто ищу подтверждение своих выводов и всего лишь подтверждаю свою выводу. Истину может показать только конкретное тестирование слепым методом, в котором изначальные предположения не могут повлиять на результатах. Не обижайся, но если ты не торгуешь, ты в торговле не шаришь. Ну вот я тебе просто говорю. Наблюдать можно сколько угодно, но если ты не торгуешь, то ты не шаришь в торговле ничего. Потому что у каждого свой опыт, я ему даже пишу, у каждого свой опыт в торговле. Кто-то продает товар, один у него один опыт, такой же товар, у него будет другой опыт. Тут очень много влияющих факторов. Очень много. Я уж не говорю, что каждый человек живет в своей реальности, в своей вселенной, имеет свой круг общения и формирует собственную реальность, исходя из своего собственного, осознанного восприятия окружающего мира. Вот как-то так. Поэтому у каждого из нас считай свой мир, свое окружение, свои друзья, свой бизнес, если у кого-то есть, свой путь, назовем ему так. И вот мне, наверное, тестировать ничего не надо. Я вижу, как это работает у нас. Если нам прямо открыто человек говорит, я там не куплю, я куплю у вас, хотя у них такой же товар, по таким же ценам, может, чуть-чуть там баланс в нашу сторону или в ихнюю, но я куплю у вас, потому что там злой продавец, нифига не понимает, нифига не помогает, отвечает грубо, интерьер у них там так себе. Я не чувствую себя на эмоциях, я не чувствую себя настоящим покупателем. Я хочу, чтобы мне помогли, потому что очень часто покупатели, когда заходят в магазин, сами не знают, что они хотят. Они увидели, что-то интересненькое, они зашли. Они хотят, чтобы им помогли купить. Не втюхали, не впарили, а убедить купить, помочь. Эй, чувак, смотри, у нас классная чашка. Знаете, я помню, как-то раз мы собеседовали девочку на продавца-консультанта в наш магазин с женой, и когда вот жена тоже начала расспрашивать, расспрашивать, все вопросы уже вроде как устаканили, уточнили. И я говорю, слушай, а продай мне кружку? Я беру нашу термокружку Старбакс, которую мы продаем, вручаю ей, и говорю, продай мне кружку, пожалуйста. Она немножко растерялась. Она была в шоке, она не ожидала этого вопроса. Говорит, это что, как в фильме с Ди Каприо было? Волк с Уолл-Стрит, или как там правильно называется? Там тоже такой типа прием был. Но я не с этой целью ей кружку протянул, чтобы она попробовала мне ее продать. Не вспомнить фильм, или там не провести аналогию с Ди Каприо, или там просто блеснуть, что я типа хотел выпендриться, да, тоже, но этот фильм ты смотрел и решил сделать как там. Нет, я мыслю по-другому, я хотел посмотреть на ее реакцию, как она сможет это сделать, потому что это психология, как она нам сможет продать кружку. А было капец, как это просто сделать. На дворе была зима, у меня был стаканчик какао, и опытный продавец смог бы найти путь к моему сердцу, чтобы продать мне эту кружку. Не просто, смотрите, какая кружка. 500 миллилитров, крышечка открывается, держит классную температуру, можете пить какао, чай, все что угодно. Это она рассказала о товаре, она рассказала о характеристике товара, но она не сказала, почему мне нужно ее купить. А если бы она сказала, а вы любите пить кофе на улице? Она сказала бы, да. Вот зимой из этой кружки пить намного лучше, потому что она долго держит тепло, когда вы, например, берете где-то кофе, бумажный стаканчик, он быстро остывает, а вы же хотите идти по улице насладиться им, вот кружка это вам обеспечит. То есть она пытается найти мои боли и на этом сыграть. Моя первая боль, стаканчик, он, блин, очень быстро остывает, он маленький и хрень собачья этот стаканчик. Кружка решает эту проблему, мою проблему. Понимаете, вот о чем я говорю, когда говорю об умении продавать товар. Нужно решать боль покупателя, нужно его убеждать, и тогда все будет супер. А если она еще добавит, вы знаете, вот у нас на нее сейчас как раз акция. Действует скидка. Даже поставь там 50 гривен или 30 гривен минус, и человек уже идет навстречу покупателя, чтобы ее купить. Уже скидка приятна. Даже если пофиг, что эта скидка только сегодня мне в голову пришла. Я, в принципе, могу и без скидки сказать, но и посмотреть на настроение покупателя. Если он без скидки купит, замечательно, но если он будет там сжаться, этой фразой можно усилить, добить, что, мол, а сегодня на нее вот такая-то цена. Или не сказать, что акция на нее, а просто, вот знаете, у нас акция закончилась на эту кружку, но я хочу сделать вам подарок и продать ее с небольшой скидкой. И человек в ответ на это тоже душа на распашку и он захочет купить. То есть нужно делать все возможное и невозможное в рамках приличия, естественно, чтобы заинтересовать покупателя, чтобы решить проблему покупателя и чтобы он довольный ушел с покупкой. В самом конце можно сказать, а вы знаете, вот у нас на следующей неделе еще будут партии таких кружек и им подобных. Может, вашим друзьям нужно или на подарок. Зайдите, если будете проходить мимо. Вот просто фраза сказанная вот как бы абы у человека уже в мозгу засядет. Подсознание он будет проходить и будет помнить, во-первых, как он купил кружку, что ему сделали скидку, что ему решили проблемы, с которыми он сталкивался, таская эти бумажные стаканчики с кофе, покупая их на морозе и потом возмущаясь, что очень быстро этот кофе стынет. И он к вам придет. Даже если он будет видеть чашку в интернете такую же, он там не купит. Он придет, потому что его надо посмотреть, повертеть. Он придет к вам, посмотрит чашку и купит у вас. Потому что если в интернете он будет заказывать, он не получит эмоцию общения с человеком. У нас, кстати, смешная ситуация. У нас некоторые покупатели приходили целенаправленно к одному и тому же продавцу. У нас было два продавца на сменах, они работали посменно. Но у одного покупателя были свои клиенты, у другого покупателя были свои клиенты. И плюс были еще отдельные категории личности, мужчин в основном, которые приходили покупать товар, чтобы полюбоваться на продавца. И с ней перекинулся словами. Хотя она предупреждала, у меня там есть парень, я там замуж, и так далее. Который все равно к ней приходил, чтобы что-то купить. Просто пообщаться с человеком. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, кому-то было полезно. Буду благодарен, если в комментариях напишите ваше мнение, ваш опыт, где вы покупаете, на что ведетесь, если вы покупатель, как продаете, если вы продавец, может, какие-то хитрости, уловки. Делитесь. Обмен опытом это всегда классно. С вами был Александр Шкудун. Увидимся.